Итак, следующая лекция по курсу Haskell Helsinki. Называется она «Катаморфичный». Речь пойдет здесь о большом количестве информации, связанных со списками, в представлении процессов обработки информации в виде функций, ну и, собственно, немножко о типах данных. И вот с этого момента, в принципе, начинается функциональное программирование. Значит, мы поняли, что список является одним из важных, так скажем, видов информационных объектов, подвергающихся обработке. И вторым важным информационным объектом, подвергающимся обработке, является функция. Вот рассмотрим, значит, пример крошечный, который в качестве параметра, то есть функция, у него в качестве параметра выступает вторая функция, и результат выполнения apply некоторой функции единицы, это, собственно, вот использование параметра, то есть f с вот этой самой единицей. Теперь создадим функцию, которая отображает целое число в целое число. Ну, вспомним, да, что в скобках пишутся параметры, в данном случае для apply to one, представляющие собой функции. Функция также может возвращать функции, да, что будет представляться здесь, как вот стрелка, там, int в int внутри скоба. То есть все это допустимо. Ну вот, мы синтезируем функцию добавить 3 к x, как x плюс 3. И теперь можно проверить, работает она или нет. Так, и как она работает, тоже здесь показано. Ну, то есть вот, это 3 единицы, мы просто единицы поставляем вместо x, внутри выражения получается 1 плюс 3, в результате вычисляем 4, да, то есть apply 3 к единице, использование apply 3 с единицей, это четверка. И вот теперь эту функцию add3 мы можем передать в параметр apply to one, так как она будет соответствовать вот этому шаблону. То есть у него есть один входной параметр, целое число, да, вот он, и выходной параметр, целое число. Давайте рассмотрим еще какой-нибудь более интересный пример, у которой, то есть в этом примере, будем использовать функцию с некоторым абстрактным типом, то есть он должен отображать некоторый тип в него же самого. И функция будет обозначать, сделать это действие дважды. Ну и вот этим образом будет реализовано, вот таким образом. То есть вот у нас есть функция и параметр. Ну и do twice, соответственно, это применение функции f к параметру, и потом к результату снова применяется функция f. Такая функция будет полиморфическая, то есть с полиморфизмом типов, то есть мы можем любой тип сюда поставить и получить. То есть это опять снова разберем. Получается f имеет тип из а в а, вот, а x, вот это, это вот это а. Результат, то, что получится, да, представляет собой тип а. Ну и вот можно примерно посмотреть, как оно работает. То есть, например, do twice f3 к единице, получится f3, будет добавлено к 3.1, то есть это будет 7. То есть к единице добавляем 3, получается 4, и к 4 добавляем 3, получается 7. Аналогично можно, значит, такую конструкцию исследовать, да. То есть применяем do twice к двум параметрам. Первое это выбрать хвост списка, а это, собственно, сам список, ну, или строка, да. Получается, что do twice tail это будет tail, а tail это от abcd, то есть нужно отрезать два элемента. Получится cd. Вот еще одна функция, которая добавляет wow к параметру строки, а в конце еще и восклицательный знак ставит. Вот если мы хаскелью два раза добавим wow, с левой стороны и с правой два раза добавим восклицательный знак, вот у нас получится wow, wow, хаскель. Функциональное программирование над списками. Ну, это такой математический термин, да, над, ну, вообще со списком, или операция над списками. Значит, в функциональных языках программирования очень-очень часто бывает так, что функции берут в качестве аргументов другие функции. Вот, и такие функции называются функциями высокого порядка. Ну, зависит от того, какие функции в качестве аргументов они берут. То есть они могут брать в качестве аргументов и функции, которые в свою очередь тоже в качестве аргументов берут другие функции. Вот самая известная функция из таких, это функция map. У нее, значит, два аргумента. Первый аргумент здесь, это что это? Функция, отображающая некоторый тип а в некоторый другой тип б, ну и в частности это может быть а. Второй параметр это список из элементов типа а, в результате получаются элементы типа б. Ну, вот тот же самый add3 можно использовать вместе со списком 1, 2, 3 в мэпе, да, получится что? 4, 5, 6. Значит, что делает map? Он выполняет вот эту функцию над каждым элементом и в качестве результата возвращает результат выполнения этой функции для этого элемента. То есть 1 плюс 3 это 4, 2 плюс 3 это 5, 3 плюс 3 это 6. Есть еще одна функция filter, такая же страшная как и map, но вместо того, чтобы преобразовывать элементы, она выкидывает те, которые не соответствуют некоторым условиям. Условие задается функцией, опять же, где первый аргумент функции это некоторый элемент, а возвращать она должна булевское выражение, то есть system или ложь. Ну и также в качестве второго параметра поступает список элементов типа а, ну и на выходе тоже получается элементы типа а. то есть какая-то часть этих элементов, ну может быть все, там сохраняются, какая-то выкидывается. Ну вот, например, нам нужно проверить, то есть выбрать все элементы, которые больше нуля, то есть позитивные, да. То есть вот у нас есть некоторый int, и мы возвращаем истин 0 или ложь в зависимости от того, больше x0 или не больше. Ну и таким образом фильтром при помощи этой функции можно отфильтровать все целые положительные числа. Ну целые, потому что они здесь заданы как целые. Еще раз обращается внимание на то, что и мап, и фильтр являются полиморфичными функциями, то есть у них полиморфизм типа, причем у мэпа даже два типа используются одновременно. Смотрим пример вывода типа для мэп и фильтр. Значит только положительные числа xs, да, то есть хотим задать функцию как фильтр всех позитивных элементов из xs. Аналогично вот map boolean, то есть есть full, то есть она отображает два существующих значения истинный ложь на какие-то другие значения, в зависимости от того, как эта функция f задана. Ну вот, если мы запустим GHCI интерпретатор, то можно посмотреть, что тип полипозитив будет список интеджеров. Ну это собственно следует из определения фильтра, да, что позитив у нас isn't в boolean преобразует. Следовательно, второй аргумент, я не буду наверх отматывать, но следовательно, второй аргумент у фильтра, второй аргумент, это будет список целых чисел. Ну и соответственно, так как у фильтра у нас два аргумента, позитив xs, а у only positive только один аргумент, соответствующий второму аргументу фильтра, стало быть, тип only positive, это будет список целых чисел. То есть соответствующий, опять же, списку целых чисел, качество первого параметра переданных. Аналогично для map booleans. Значит, сама функция map booleans, если мы ее тип посмотрим, она будет выглядеть следующим образом. То есть bool из bool в b, да. Почему? Потому что внутри у нас второй аргумент у мэпа задан как false true. Соответственно, значение типа у мэпа будет false true, то есть boolean. Неправильно. Он будет равен типу, возвращаемого значения f. У нас же f у нас из bool, а во что-то другое будет в b. Ну, соответственно, b, да. Если в качестве первого параметра map booleans передадим нод, который из bool в bool преобразуем, то вместо b у нас будет bool, ну и соответственно, в результате мы получим, что map booleans с параметром нод, внимание, да, тут обращаю, то есть не такой тут без параметров, а здесь с параметром нод. У нас будет bool. Значит, как было сказано в предыдущей версии, конструктор, ну помните, там, just, там, или right, left, там подобное, является функциями, и, соответственно, их можно передавать в качестве параметра. Ну, вот в этих функциях типа мэпа. То есть, если мы создадим функцию wrapJust для некоторого списка xs, как отображение элементов из xs через функцию just. Значит, just у нас формирует только новый экземпляр. Maybe с параметром, то есть какой-то элемент отсюда. Соответственно, и получим, что тип wrapJust, это список из элементов типа a, в результате будет возвращен элемент типа maybe a. Ну, а точно, конечно, just, но тут мы же на уровне типов рассматриваем нашу функцию. Вот в wrapJust1, 2, 3, pushJust1, just2, just3. Примеры функционального программирования со списками. Значит, первой определить нужно, является ли список полиндромом. Ну, то есть, читается в обоих направлениях одинаково. Значит, для этого мы должны строку сравнить с ее обращением, то есть, со строкой только в обратном порядке. Если будет совпадение поэлементное, то это будет истина. Значит, следующая программа, да, на языке Haskell, ну, или функция, да, будем так проще говорить, она преобразует некоторое число в строку, где это число, это, ну, длина, ну, или количество цифр от единицы до n. Значит, задача полиндром с n, это найти все такие списки, являющиеся полиндромами, состоящие из элементов от единицы до n, преобразуемых в строки при помощи функции show. То есть, show у нас числа преобразует в строки. Вот, все элементы этого списка у нас преобразует map. То есть, получается, что map show with nsdn у нас строит последовательность из цифр, которые полиндром проверяет на вот это рекламные свойства, и вот эти, которые в списке являются полиндромами, эти отфильтровываются и, ну, или возвращаются, да, в результате выполнения вот этой функции. Ну, если-то по-не-по-хаскалински рассматривать эту процедуру. Ну, вот проверка является ли полиндромом 1, 3, 3, 1. Является. Значит, построение всех полиндромов длиной 150. Вот, 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть, 111, 111, 121, 131, 141 и так далее. Ну, и вот длина всех полиндромов 198. Ну, то есть, количество это полиндромов среди строк длиной 999 символов, то есть 9999, всего 198. Значит, сколько существует слов в строках, начинающихся с A? Значит, в данном случае используется функция words из специального модуля dataLists, который делит строки на слова. Что-то, например, мне не совсем понятно, то ли нам строки начинающиеся на A нужные, либо слова начинающиеся на A. Потом проще просто программу разобрать и посмотреть. Значит, count words. Строки преобразует вот в это самое число. Значит, количество, да, от какого-то там, возьмите, какие-то элементы синтезируем, да. Синтезируем каким образом? То есть, фильтрует starswitha. Вот у нас starswitha. s. Это, получается, строка, да. И нам нужно, чтобы первая буква s равнялась A. Значит, words от string, что такое. Строка, 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 слова, которые в этой строке находятся. То есть, в фильтр подаются слова, да. И отсюда следует, что starswitha применяется к словам. Получается, что мы ищем количество слов, начинающихся с буквы A. Вот считаем, да, сани, он, want an apple. Получается, три. То есть, один, два, три. В следующем примере, значит, нужно найти все строки, начинающихся с n-ого симова. Ну, судя по тому, что здесь написано. Хотя тоже не совсем все понятно. Значит, вот у нас есть shorten от s. То есть, это взять n элементов из s. Первых n элементов из s. Используется функция tails. Она генерирует строки, являющиеся концами оригинальной строки. То есть, эхо сама себе концом является. Потом чо, хо, о. Ну и пустая строка. Значит, берем нашу строку, генерируем из нее концы. Так. И в результате, получается, строки такие, что вот у них спереди n элементов обрезано. Ну, то есть, вот берем конец строки и n элементов еще от них отрезаем, например, два элемента. То есть, хо, там о, получается. И так далее. Значит, take работает следующим образом. То есть, если мы не можем взять n элементов из s. Ну да. Это, что-то я дальше не посмотрел. Это, оказывается, только часть строки, которую нужно сделать. Ну и вот, обрезая три элемента от hello, получится, hell, l, low, low и так далее. То есть, take она берет n элементов спереди. То есть, там еще была функция drop, насколько я помню. То есть, наоборот. Все рассказывал, там все было ложью. Ладно. Ну, тут обращается внимание, что на самом деле мы взяли не только трехэлементные, еще и двухэлементные. И так далее. Но, говорят, это не проблема, потому что мы с этим будем дальше бороться. И вот, собственно, сама функция what follows. То есть, какие, скажем, двухэлементные строки следуют за a. Значит, что нам нужно для этого? Значит, берем все подстроки длиной k плюс 1 из нашей строки. Значит, проверяем на соответствие. Вот он, матч. Фильтруем такие строчки. И выкидываем из каждой из них первый символ. Ну, то есть, мы делим на подстроки. Так, и потом каждую подстроку проверяем, чтобы у них первый символ был c. А так как нам нужны строки, которые после c идут, да? Ну, c это не конкретный символ, это у нас аргумент, да, получается? Вот. Поэтому нам нужно, соответственно, вот здесь вот отрезать этот самый символ. То есть оставить все, что там осталось после символа. Ну, получается, вот follows a, двух символьные строки, которые за а и тут получается бр, ца, да и бр. Ну, и тут еще в конце пустая строка получается. Одно из таких вот замечательных операций в функциональных языках над функциями, это называется частичное применение функций, либо передача функций не всех параметров, как это предполагалось согласно сигнатуре. В результате такого издевательства, что ли, получается новая функция. Это как раз один из мощных инструментов программирования функционального. Предположим, у нас задана функция, значит, add с двумя параметрами, а и b, что это сумма а и b. Вот мы, как обычно, применяем функцию add к двум параметрам и получаем, как это было определено, 6. Теперь можно определить 3, add3 функцию, как add3. То есть, видите, мы здесь передали не 2 параметра, да, то есть пятерки здесь нет, а 1. То есть, в результате получилась функция с одним аргументом. И вот теперь к add3 мы можем применить 2, получим 5. Так, частый момент. По сравнению с, ну, другими языками, да, где это такое святотатство недопустимо, и оно приводит часто к ошибкам типов или ошибкам сигнатуры. Здесь же такого нету. И, более того, полученную функцию мы можем передавать в качестве параметра, например, в мэп тот же самый, то есть add3, 1, 2, 3. Можно даже вот таким вот образом. То есть, сначала выражение скобков вычисляется, то есть, применяем add к тройке, получаем одноаргументную функцию. Эту одноаргументную функцию передаем уже в мэп, которая будет ее применять уже к этим элементам списка. И что здесь приятного, да, нам нет необходимости, собственно, add3 это даже, то есть новый какой-то идентификатор заводить, можно просто передать add3. И это можно использовать повсеместно, где, например, map, там, фильтр или еще что-то используйте. Ну, то есть какие-то функции высокого порядка. Значит, такая процедура называется частичное применение, то есть partial application. Ну, то есть частичное использование функций. Все функции Haskell'а ведут себя таким образом. Можно еще несколько примеров рассмотреть с множеством аргументов. Ну, вот, предположим, у нас задана функция between. То есть есть некоторые минимальные значения, максимальные значения и элемент. Значит, оно возвращает boolean, да, на входе у нее три числа. Integer, Integer, Integer. То есть x должен быть меньше, чем high, и x должен быть больше, чем low. Ну, а это, как это можно догадаться, операция в данном случае полиморфичная, которая полиморфная, да, правильно-то. На входе получает два boolean, и на выходе получает один boolean. Ну, вот, можно посмотреть, как она работает. То есть находится ли пятерка между тройкой и семеркой. Да, находится. А восьмерка между тройкой и шестеркой. Нет, не находится. Значит, битвину можно задавать меньшее количество аргументов, чтобы порождать новые функции. Аналогично тому, как это было с add сделано. Ну, например, битвин, один, пять и два. То есть здесь функция порождается новая, которая определяет, что ее аргумент находится между единицей и пятеркой. Вот, можно создать новую функцию. Битвин, one, five, да, один и пять, да, и на f2. Ну, это конструкция, что у нас определяет локальный идентификатор f, являющийся функцией одноаргументной. Битвин, один, пять. Вот, теперь мы к ней применяем двойку. Точнее, двойку применяем к этой функции. Ну, и вот аналогично можно битвин, один, три, передать в качестве параметров map. Тогда map будет проверять каждый элемент так, чтобы он находился между один и три. Соответственно, для единиц это будет false, для двойки true, для тройки false. На самом деле, можно битвину передать и один аргумент. В результате получится двухаргументная функция. Вот, можно посмотреть. Вот, битвин, integer, integer, integer в bool. Битвин, один, integer, integer в bool. То есть, один аргумент ушел. Битвин, один, два, соответственно, integer в bool. Битвин, один, два, три, просто bool получается. Ну, само значение. Вот, вообще говоря, сигнатура вот такого вида на самом деле обозначает следующее. Что у нас integer, ну, то есть, первый, да, аргумент, отображается в функцию, отображающую integer в функцию, отображающую integer в bool. Ну, и таким образом получается, что все функции у нас одноаргументные. Просто некоторые возвращают другие функции. Ну, и в связи с этим у нас, вообще-то, как бы сказать, без проблем это преобразование. То есть, partial application реализуется, ну, как нечто естественное. Ну, то есть, битвин, один, два, три, это фактически такая конструкция. Сначала мы битвин применяем единицу, к результату применяем двойку, и к результату, опять же, применяем тройку. Вот. То есть, это последовательность применений функций к соответствующим аргументам. И представление многоаргументной функции таким вот образом называется carrying. Ну, в честь логика Haskell'a carry. В честь него и язык, и назвали, и вот это вот свойство функции. И вот carrying — это то свойство, которое делает возможность частичного применения в принципе возможным. Еще один пример, то есть, дроп. У него два аргумента. Первое — это число, и второе — это список. Возвращает он список без вот этих n первых аргументов. В данном случае без первого элемента. Мы создали функцию, которая выкидывает один элемент, и ее используем для каждого элемента HelloWorld. Получается HelloOld. Можно использовать функции оператора. То есть, например, умножить на 2. То есть, 1 умножить на 2, 2 умножить на 2, 3 умножить на 2. Также 2 умножить. То есть, мы как можем как первый аргумент, так и второй аргумент применить. Частично. Вот один разделить. То есть, взять обратное число. Получается. Значит, форма вот 1 плюс 2 — это форма, которая называется инфиксная нотация. Она используется очень часто в математике. И она удобна, если у функции есть два аргумента, а также сама функция, ну это опять же, функция в смысле Хаскель, является двухаргументной. И да, и она обозначается каким-то знаком номер «плюс». На самом деле, можно в виде префиксной также написать. Для этого используются скобки. То есть, открывающая скобка, потом знаки, последовательность знаков и закрывающая скобка. То есть, это, в принципе, одно и то же. Аналогично тому, как мы дифф с обратными штрихами, кавычками, использовали для помещения этого дифф между аргументами. Ну, а по сути говоря, этот плюс, он и есть. В таком виде представляется. Такая форма удобна при использовании операции, ну, как известно, операции — это частный случай функции. В качестве аргумента другой функции. Ну, например, вот есть функция zipWith, у нее три аргумента, будем так говорить. Первая — это функция, преобразующая два аргумента в некоторый третий аргумент, и два списка. zip возвращает список элементов, где вот эта функция применена к двум аргументам. Один, значит, соответственно, n-ный элемент первого списка, второй элемент на том же n-ном месте из второго списка берется. То есть, получается, у нас 0 плюс 1 — 1, 2 плюс 3 — 5, 5 плюс 3 — 8. Значит, если мы не могли оператор представлять в виде функции, тогда мы нам для использования внутри zipWith нужно было вспомогательную функцию делать, например, как add, ну, или там лямбда функцию. Кстати, в большинстве языков программирования так происходит. То есть, здесь, получается, мы даже сокращаем. Значит, в такой вот форме плюс использовать нельзя, это является синтаксической ошибкой. Точнее, Хаскель пытается проинтерпретировать этот плюс как сложение функции вот с этой конструкцией. Значит, а эта конструкция, это что такое? Вот эта часть, он представил себе, что это функция, и к нему применяется вот этот аргумент. Ну, в общем, понятно, что. Вообще, сообщение Хаскеля первым делом, с первой, там, скажем, две-три недели, взаимодействия с Хаскелем кажется довольно такими страшными и непонятными, но если внимательно их читать, то, в принципе, с ними достаточно просто разобраться. Ну, тут, кстати, да, об этом и говорится, что иногда ничего не понятно, но надо просто внимательно читать. Ну, и аналогично, вот, пример, да, то есть мы можем двухаргументную функцию обычную поставить между аргументами. Ну, например, тоже вариант использования мапа, плюс один, между ними мап и вот эта конструкция. То есть, в самом деле, это мап плюс один. Да, ну, я обычно с мапом использую такую форму. А вот такая форма используется, ну, это во втором разделе, например, с функцией fmap. Точнее, одним из способов ее использовали. Очень, кстати, удобная штука. Лямбда-выражения. Значит, лямбда-выражениями являются анонимные функции. Ну, функции, не имеющие имя. Например, нам это имя не нужно, нам нужна сама функция, само тело функции. Ну, вот, рассмотрим пример. Значит, нам задают внутри некоторой ограниченной, то есть, let in конструкции. Ну, то есть, она ограничена в каком смысле, что идентификатор big будет известен только вот в этой части. Задается функция big с одним аргументом, как x больше 7. Ну, и дальше, в результате выполнения вот этой конструкции, это будет отфильтрованные значения 1, 10, 100, но те, которые соответствуют big. от x, да, то есть, больше 7. Вот, чтобы не писать всю эту конструкцию, можно использовать лямбда-функцию. То есть, вот, лямбда обозначается бэкслэшем, то есть, она похожа, на лямбду, но так как на большинстве клавиатур лямбды нету, значит, вот, бэкслэш используем. То есть, бэкслэш x, то есть, лямбда x, это x больше 7. Ну, это определение, да, это типа ровно вот этого. Только мы его не можем использовать здесь, иначе мы определение функции будем задавать. А здесь мы определение лямбда-функции задаем. Ну и все, этого достаточно, чтобы произвести фильтрацию. Кроме того, мы к лямбда-функции можем применить к своему аргументу, то есть, лямбда x на x квадрате применяем к аргументу 3, и получаем девятку. Ну, аналогично, если мы зададим лямбда-функцию, которая проверяет у нас некоторую последовательность на полиндромизм, скажем так, ну, является ли полиндромом, да, например, амба, да, то труп получается. То же самое, отфильтровать все слова полиндромы. Вот он, пример, фильтр. Когда пример будете вводить, кстати, я забыл сказать, прилюд набирать не надо, это приглашение. Причем, начиная с версии 9, оно по-другому, ну, по-моему, GHCI просто называется. То есть, то, что синим, вот это и нужно вводить. Я думаю, что вы, наверное, догадались уже. Вот, лямбда-функция с двумя аргументами, то есть, x в квадрате плюс y в квадрате. То есть, получается, что лямбда-функция вычисляет расстояние радиус-вектор, длину радиус-вектора, длину вектора просто. Синтаксис лямбда-функции в Haskell немножко обескураживает. Ну, вот, собственно, написано, что бэкслэш это лямбда. И, вообще говоря, вот эта форма, она мимикюрирует, ну, или пытается как можно сильнее соответствовать математической нотации лямбда-ичисления черча, где вот оно, лямбда-функции таким образом записывались, где лямбда это, собственно, ну, начало определения функции, потом идет аргумент, потом идет разделитель, а потом определение тела функции. в некоторых языках вот такая форма, например, в JavaScript, или в питоне вот лямбда-икс, двоеточие, x плюс один, ну, в питоне принято использовать двоеточие в качестве элемента синтаксического. На самом деле, если лямбда-функции вам не нравятся, вы можете их и не использовать. То есть, вот есть варианты, как вот предыдущий, in, да, есть вариант, где вэр использовать. Я, например, довольно часто использую вэр, потому что вот эти скобки иногда лишние, они все-таки немножко затуманивают смысл. Это то же самое, что на си плюс плюс программировать профессионально. На си. Там, вот это вот выражение в скобках через запятую, ее нужно до конца прочитать, чтобы понять, что на самом деле там будет. Лучше определить какую-нибудь функцию и потом ее просто выполнить. Вообще, тут вот сказано, что сами по себе лямбда-функции, в общем, это мощный аппарат, он одновременно является вычислительным аппаратом, точнее, лямбда-функции плюс несколько преобразований, там, альфа-бита и так далее. Вот. И можно строить разные варианты лямбда-исчисления. Ну, через разные варианты лямбда-исчисления это конкретная программа на лямбда-функции. Вот. Можно строить из лямбда-функции другие функции, комбинаторы всякие разные. В общем, довольно интересная математическая конструкция вот это лямбда-исчисление. Советую его изучить. Вот. Много интересного в математике получите, дискретной. есть мнение, что Haskell это вариант типизированного лямбда-исчисления. Ну, плюс только там, то есть в Haskell конкретно вот есть функции с определенными именами, что позволяет не определять все время одно и то же, просто ссылаясь на какие-то предыдущие определения. вот два очень важных оператора, очень часто используются, доселе мы их пока не использовали, это точка и доллар. Значит, точка это оператор, который из двух функций делает третью композицию. То есть, мы смотрим, что у нас на входе. Соответственно, первая функция, которая отображает тип B в C, вторая функция, которая из A в B отображает, потом некоторый параметр A и результат получаем C. То есть, из A получаем B, из B получаем C значение. Вот. И что он на самом деле делает? То есть, если мы напишем F точка G и X, то это будет применение функции F к результату вычисления функции G от X. Ну, к результату применения функции G к X. Таким образом, мы можем комбинировать функции, прежде чем передать вот этот самый первый аргумент. Вот пример. Пусть задана функция double от X, как 2 умножить на X. Теперь можем задать функцию кодрабл, если я правильно как-то прочитал, как double композиция double. то есть, в результате получится, что 2 умножить на 2 умножить на X, ну, в соответствии с этим определением. То есть, это будет 4X. То есть, обращаю внимание, что здесь у нас, видите, написано квадрабл, параметр не указан. И здесь то же самое, double и double, параметры не указаны. И вот теперь можно определить новую функцию, то есть, квадрабл точка плюс 1. То есть, 4 умножить на X плюс 1. То есть, мы сначала X применяем плюс 1, потом к нему применяем квадрабл. То есть, разворачиваем в левую сторону результат. Или наоборот, то есть, плюс 1 точка квадрабл. то есть, 4X плюс 1. То есть, когда мы к X умножену на 4 единицу прибавляем. То есть, очень забавно, то есть, либо мы внутрь этот плюс 1 туда в функцию запихиваем, либо снаружи, в зависимости от того, с какой стороны вот эта единица, ну, вот эта наша функция будет стоять. Довольно мощный механизм. Ну и третий элемент списка, да, получается, это hit, от tail, от tail. То есть, отрезаем сначала хвост, от хвоста опять хвост отрезаем. Так, то есть, два элемента уже отрезали. И вот первый элемент этого списка, то есть, третий по порядку у нас будет то, что мы ищем непосредственно. Если, конечно, он в списке существует. Аналогично можно вот doTvice использовать с нашей композицией. Точнее, определить через него. То есть, doTvice композицией, мы просто подумал, что он очень сильно похоже на саму композицию. Единственное, что у композиции там три аргумент, а здесь один. Ну, в данном определении. doTvice doTvice tail, да, tail определили. То есть, три-четыре получается. То есть, мы здесь создали функцию, комбинирующую другие функции. Очень удобно. Ну, и вот использование. То есть, передаем параметр в doTvice, так, строим функцию, которая уже потом будет модифицировать список. Вот в Haskell используется максимальный приоритет выражений. Это применение функции к аргументу. Поэтому вот эти скобки можно опустить здесь. То есть, сначала tail применится к doTvice, а потом уже полученная функция применится к аргументу 1, 2, 3, 4. очень часто композицию функции используется для того, чтобы, опять же, как вот в примере с лямбда функциями сокращать некоторые конструкции. Предположим, нам нужно функцию создать not empty, не пустой. То есть, x у нас не пустой. Вот. Нул значит пустой, соответственно, not null будет не пустой. вот вместо такого выражения, то есть, вместо функции not empty, вот в этом, то есть, фильтр not empty и так далее, список списка вот здесь, можно использовать эту конструкцию, то есть, создать новую функцию not вот композиция null, ее уже применить к этим элементам. То есть, отфильтровать не пустые списки. Вот у нас пустой список отфильтровывается, то есть, выкидывается. Следующий оператор, это доллар. Определяет следующим образом, то есть, если у нас функция из-за в и параметр а, то возвращается б. то есть, мы применяем функцию из а в б к аргументу а и получаем б. Вроде, в чем смысл, да, это то же самое. То есть, f$x это то же самое, что f от x. Кажется, что это бессмысленное, но оператор доллар можно использовать для того, чтобы выкидывать некоторые скобки. Вот, у нас есть два выражения, то есть, hit от реверса bcd. Вот, и hit доллар реверса bcd. Значит, этот доллар можно грубо, не совсем правильно, но почти 95% случаев интерпретировать как смена приоритетов. То есть, мы сначала от доллара вычисляем то, что находится справа, поставляем функцию, которая находится слева. То есть, если здесь просто убрать скобки, это будет hit реверс bcd, то hit попробует примениться к реверс, то есть, к функции. Хотя hit определяется как функция над списками. Соответственно, будет противоречие типу. Будет ошибка, соответственно. Поэтому сначала нужно вычислить аргумент hit, а потом уже применить hit к этому аргументу. комбинация композиции вот этого доллара, оператора, можно добиться уничтожения большого количества скобок, но правда при этом несколько затуманивается смысл программы. Тут надо некоторые балансы иметь, особенно когда только начинаешь на хаске программировать. нужно построить обратный список из всех списков, от которых взяли первый элемент. Списки строятся путем изменения порядка в обратную сторону вот такого списка. Ну, то есть Haskell Pro Dodo Lyrics. Можно сократить reverse точка map вот эти две объединить так. То есть получается некоторая функция композиция между реверсом и мапом. То есть реверс аргумент список у мапа один из аргументов список. Ну да, maphead у него будет аргумент список. Потом map reverse ну и тут соответственно скобках помещается вычисления вот этого нового списка. Так что буду убрать уже вот эти внешние скобки и здесь добавляется доллар. Да, кстати тоже скобки убираются. То есть сначала вычисляем вот это. Потом из двух функций map, да, у которых уточнен первый аргумент. Ну, будем так говорить. И реверс строится новая функция, которая выполняет все вот это вот необходимое преобразование. Чтобы понять, что это такое, надо внимательно проанализировать. Можно начать с того, какие типы данных. Ну, правда, очевидно, из списка в список. А вот как это делать, надо уже внимательно смотреть. В этом примере доллар используется для того, чтобы выражение, вот это функциональное выражение стринг подставить вторым аргументом. Ну, то есть получается, что вот эти элементы второго списка это функции. И вот мы эти функции применяем к строке. Вот этой строке. То есть получается как бы наоборот. не строку, ну, кавычках, как бы говоря, применяем к реверсу, а именно реверс в строке. Потом take string, drop string. Вот и сзади получаются вот такие выражения. То есть это разные функции применены к этому строке. Я еще так, когда сам учился, что-то пропустил этот момент довольно интересный. Ну, буду тоже иметь в виду век живи, век учись. Что там еще как в анекдоте? Шестой раз объяснил, сам понял. Вот то самое. Кажется, что это довольно сложно, но на самом деле это не так. По опыту скажу, что на неделю на вторую уже очень активно используешь вот эти композиции. Ну, доллар, так как-то, при самом начале. Потому что скобки, конечно, иногда совсем неохота писать. теперь перепишем функцию whatFollows с использованием всех знаний, которые мы получили раньше. Значит, вот у нас было первоначальное определение. Да, сначала саблист, то есть substrings of length и потом собственное вычисление и поиск результата. Значит, первым делом избавимся от вспомогательной функции substring of length и переместим все потраха ее в whatFollows. То есть whatFollows mapTail filter match short move Ну, то есть прямо подставим вместо вот этой конструкции вот сюда вот. Вот вот этот where перемещаем в нашу функцию. То есть shorten нам нужен, да, и sub, соответственно. Теперь используем частичное применение, то есть caring, грубо говоря, свойство caringа. То есть заменяем shorten на take k+. Теперь расставляем доллары. То есть вместо вот этой скобки ставим доллар. Так. Теперь заменяем match вот этот вот на лямбда функцию. Так. А, тут, кстати, пропустил еще композицию. То есть map.tale вот этот фильтр match объединяется, первым делом. И потом map.take. А, ну да, map.take.k+.1, то есть вся функция, она одновременно воспринимается. Здесь мы заменили на лямбда функцию. и вот. И в конце можно выкинуть string. Для этого мы убираем string отсюда и убираем string отсюда в конце. То есть вот это вот, вот это вот, в чем идея состоит. То есть вот эта конструкция, она у нас должна порождать некоторую функцию, у которой единственный аргумент string. Только если вот мы здесь все правильно написали, ну и преобразовали и сразу написали, то тогда можем этот string отсюда выкинуть и отсюда соответственно. Или, знаете, получается такая конструкция. И теперь мы даже можем лямбда функцию заменить на вот такую конструкцию. то есть сравнить элемент с t композиция take1. Ну, можно посмотреть последовательность преобразования. Ну и в результате у нас получается вот такая композиция функций. Ну, как они, авторы этого курса говорят, это некоторый экстремальный вариант функции. То есть если мы бы сперва увидели код, мы бы, конечно, ничего не поняли. Тем более, что тут как бы хочется узнать, какого типа этот самый третий параметр вообще есть он или нет. Для этого как раз и для каждой функции пишут эту сигнатуру с типами. Еще несколько примеров манипуляции со списками вводятся. Значит, две функции одна называется takeWile, они тоже библиотечные. Первый параметр это функция, которая возвращает буллин на каждый элемент второго аргумента. На месте ввиду вот это takeWile аргумент. и убрать элементы из списка пока выполняется вот это вот условие. Значит, функции возвращающие бул от одного аргумента очень часто называются предикатами, ну, свойствами. Ну, аналогично функция dropWile, то есть, пока это выражение истина, мы эти элементы выкидываем из списка. значит, takeWile even, то есть, пока отчетные числа мы берем, то есть, у нас получается 2,4, эта двойка не берется, потому что процесс заканчивается на вот этой единицей. Ну, и dropWile аналогично, то есть, 2,4 выбрасываем, остается 1, 2,3. Двойка не выбрасывается, потому что процесс уже закончился. Если двойку нужно выбросить, нужно использовать фильтр. Есть также функция элем, она возвращает истину, если элемент находится в списке и ложь, если его там нет. То есть, lm4 очень часто используется в инфиксной форме. То есть, 4 обратная кавычка, lm кавычка обратная, 1, 2, 3. И теперь можно реализовать функцию findString, которая находит самую раннюю и самую длинную подстроку в строке которая состоит только из определенной последовательности символов. FindSubString определяется как композиция функции. Соответственно, этот второй аргумент у нас здесь явным образом не виден. второй аргумент это та строка из которой мы пытаемся найти подстроку первую. То есть, take while берем до тех пор, пока элемент находится среди вот этих символов, так и выкидываем пока элемент не находится у этих этих символов. То есть, комбинация таких вот. То есть, findString AB это возвращает самая длинная подстрока содержащая эти символы. ABCD вот она, ABCD а, один из символов то есть, AB, 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 она содержит ABCD. кстати, довольно, не знаю, ничего-то у меня не встречалось с такой функцией в явном виде. Вот опять встретился нам zipWith, который комбинирует элементы двух списков при помощи двух аргументной функции. Например, Джонни Мэри можно Смит Купер. То есть, Джон Смит Мэри Купер. Take можно комбинировать значит взять четыре элемента из Hello и три элемента из War in Hell War. При использовании функций высокого порядка иногда необходимо использовать функции, которые явным образом ничего не делают. Например, ID из A в A. Это используется во всяких разных комбинациях. Вот пример использования. ID от трех это три. И вот если мапу ID передать, то мы получим тот же самый список. Кажется, что это не очень осмысленно писать такие программы. Но например, пример использования ID. То есть, ID возвращает для True возвращает True, для False возвращает False. Отфильтровываются только те значения, для которых значение этой функции будет True. То есть, отфильтровываются все значения True. Здесь, правда, тоже не очень много смысла, конечно. Ну и DropWile аналогично. То есть, выкинем все начальные значения True, остаток списка вернем как результат. Еще есть полезная функция Const. из A в B получается значение A. И всегда возвращает первый аргумент. Const 3 True 3, Const 3 0 тоже 3. И используется она, как правило, именно с применением вот этого частичного применения, то есть, керинга. Вот, например, заменить все элементы 1, 3, 4 на константы. То есть, неважно, какой там второй аргумент, да, вот этот вот, мы все равно возвращаем всегда первый аргумент. То есть, 5, 5, 5, получается. Ну, то же самое True 1, 2, 3, 4, если фильтры его использовать, то мы ничего не фильтруем, то есть, все элементы остаются. Списки и рекурсия. Значит, у нас появляется новый оператор двойточие. Значит, он используется в двух случаях. Первый, когда мы конструируем новый список. Второй, когда мы представляем список в виде некоторого головы и хвоста. Ну, это потом дальше будет. Значит, работает следующим образом. Мы берем правый аргумент и к нему добавляем левый. Если правый пустой список, то в результате получается одноэлементный список с этим самым элементом, единицей. Если у нас второй аргумент 2, 3 список, то перед ним единица добавляется. То есть, 1, 2, 3 получается. Ну и соответственно tail от единицы двоеточия список 2, 3 получается список 2, 3. Вот head это та самая единица. Ну и тип соответственно получается элемент списка список список получается новый. Значит, двоеточие связывает список и элемент, который в голову устанавливается. То есть, в принципе, это то же самое, что выполнение вот этой операции. Но она значительно от него отличается. Суммирование она будет последовательно добавлять к первому элементу. Ну, хотя это один из вариантов форилизации, конечно. Вот XS. Элементы из XS. Хотя нет, наверное, неправильно, потому что по умолчанию это же списки у нас однонаментные, однонаправленный список, соответственно, его формировать можно только с левой стороны. то есть, выполняться все-таки больше такая операция. В самом деле, двоеточие это такая операция, которая строит списки, добавляет еще один узел к существующему списку. Ну, то есть, был список 2-3, да, вот, как будто это под дерево, грубо говоря, и вот эта двоеточие, она связывает, получается, свой левый аргумент с правым аргументом со списка. Получается, новый список из трех элементов. Определим функцию, которая строит списки. Ну, какие-то списки из элементов. элементы будут порождаться как аргументы этой функции. Например, то есть, аргументы длина списка. То есть, если у нас длина списка равна нулю, то мы строим пустой список. Вот, для вариантов, когда она не равна нулю, причем здесь совсем правильно, тут надо проверять, чтобы n больше нуля было, то тогда получаемый список имеет следующий вид. То есть, мы, соответственно, первый элемент это n, список, то есть, то, что находится с правой стороны, это список аналогично построенный, но только с n минус одним элементом. Вот пример применения функции descent к четверке повышен 4, 3, 2, 1. Все в обратном порядке. Следующий пример строить список путем повторения второго применения функции n раз. То есть, вот у нас функция количество применений, если их ноль, то получаем список от x. То есть, какой-то элемент мы его сюда впихали, если ноль раз. Если же второй аргумент у нас не ноль, то тогда что получается? мы в качестве головы вставляем этот элемент x так дальше применяем к x сначала f так вот эту функцию. Дальше строим n-1 элемент этого самого списка по правилу f. Получается пример, что вот используя функцию умножить на 2 нужно сгенерировать 4 элемента начиная с 3. то есть 3,6,12,24,48 то есть каждый следующий элемент это предыдущий над которым выполнена операция умножения на 2 то есть 3,6,12,24,48 при помощи функции itrate мы теперь можем из строки травле я не знаю что это может быть какое-то слово на финском построить новый список здесь в качестве первого аргумента то есть преобразующий функции tail получается каждый раз она предыдущее значение уменьшает список берет от него хвост просто ну тут видно вот сколько это раз нужно выполнить и сколько какое количество символов в xs а над чем над xs получается здесь реализована функция вот эта ранее использована для порождения концов списка вот более сложный пример это разделение списка на куски место разделения определяется некоторым символом то есть вот символ это список вот если список пустой то получаем пустой список иначе если он не пустой то тогда строим некоторое начало и потом строим разделение то же самое только над остатком а он соответственно take while не равно c xs drop while c ну да заключаются две строки первая которая содержит они содержат c вторая все что после этой строки то есть это до строки это после не строки а символа ну вот split x fox и так далее fox потом здесь bar q так а почему у нас несколько вариантов получается а ну да мы просто все такие строки создаем то есть start это строго что было до а вот эта конструкция это все что осталось и мы ее тоже делим аналогично ну все правильно те кстати можно фильтровать пустые строки можете качество упражнения написать операция мейчинга то есть сравнение с шаблоном над списками это двоеточие и пустой список можно использовать для того чтобы проверять входной аргумент функции на соответствие ну в определенной форме ну например в данном случае мы проверяем является ли входной список пустым например myhead функция возвращающая первый элемент списка понятно что у пустого списка целых чисел в данном случае у нас не может быть элемент в данном случае это обозначено как минус единица скорее всего кстати ее нужно в скобках написать вот второй вариант реализации myhead нам нужно вернуть первый элемент списка то есть здесь мы проверили является ли функция выделяем аргумент пустым списком соответственно это означает что список не пустой значит не пустой у него по крайней мере один элемент то есть он разбивается на голову и хвост вот и мы возвращаем первый элемент таким образом myhead можно определить mytail аналогично если на входе у нас пустой список то пустой список получается опять же если не пустой то вот хвост списка то есть мы отделяем голову получаем хвост ну или представляем наш входной список в виде вот такой конструкции то здесь первый элемент все остальное все остальное это будет результат mytail можно использовать включенные паттерны друг у друга то есть вот мы предполагаем взять два элемента спереди то есть надо же быть элемент в начале списка и список у которого в начале есть тоже какой-то элемент b для этого есть сокращение двойточие а, двойточие b ну а почерк означает все остальное то есть мы при помощи такой конструкции берем просто первые два элемента списка ну вот взять первые два элемента списка и просуммировать скобки понятно для чего здесь пользуются то чтобы мы сравнивали то есть именно указывали что вот это функциональная в данном случае конструкция соответствует некоторому шаблону ну вот в остальных случаях возвращается ноль в данном определении вот первая сумма двух первых элементов одноэлементного списка ноль если у нас два элемента три получается ну четыре соответственно сумма первых двух это тоже три вот пример другой функции но они довольно редко встречаются в такой форме уже то есть например двухаргументные функции встречаются если мы например хотим какое-нибудь сокращение сделать в списке то есть x и y они должны каким-то свойством обладать например две строки абзаца да и как-то там внутри решается что y это продолжение x тогда мы с ним можем их там объединить например чтобы три подряд довольно редко такое встречается в данном случае в данном примере этот мэтчинг то есть сравнение сопоставления с образцом используется для того чтобы ну как бы описать этот список то есть пустой список да на входе одноэлементный список двухаргументный список элемент в котором есть по крайней мере три элемента аналогично можно посмотреть результаты выполнения вот если нам нужна последовательность элементов вот здесь в начале да и в конце xs у нас пустой список то мы можем просто заменить вот эту последовательность то есть получается пустой список один элемент двухаргументный ну и все остальное но при этом xy тут получает свои значения да их можно дальше использовать внутри шаблона опять же мы можем уточнять значения на полное соответствие номер если первый элемент у нас равен 0 то тогда true определяем функцию начинается ли список с нуля вот это первое определение второе определение ну и что-то нужно сделать когда у нас ни первый ни второй вариант не имеет места в коем случае это если пустой список тоже false определить при помощи вот этого сметчинга и рекурсии можно определять процедуру обработки списков рекурсива то есть пройтись по всему списку например найти сумму элементов да то есть вот у нас для пустого списка сумма элементов это 0 а для не пустого то есть которой можно голову отрезать да она равна вот этой голове плюс сумме оставшихся элементов оставшийся это хвост то есть сумма элементов хвоста как вычислить большое число в список с применением вспомогательной функции ну тут вычисляется именно максимальный элемент списка да наибольшее число то есть если пустой возвращаем 0 ну на самом деле должна быть какая-то ошибка то есть мы не можем в пустом списке найти максимальный элемент если же он не пустой то тогда нам нужно начать с чего-то да то есть с x хвоста вот для этого есть вспомогательная функция go go кстати довольно в хаскеле часто используется когда лень например придумывать функцию название называет ее go нет первый параметр x потом пустой список вот среди x и пустого списка максимальный элемент будет ну big то то есть первый аргумент если же он не пустой список то сначала нужно найти максимальный элемент хвоста да max biggest x а ну найти да то есть что является больше предыдущее значение да найденное и очередной элемент выбирается из них максимальный и потом снова выполняем эту функцию уже с этим великим знанием какой из них максимальный и находим максимальный элемент уже всего списка использование структур внутри мэчинга тоже позволительно да то есть у нас есть список maybe а элементов и нам нужно посчитать количество nothing среди них то есть в пустом списке их 0 очевидно вот если первый элемент списка nothing то тогда считаем сколько nothing в хвосте и добавляем единицу а если же там какой-то just нам не важно какое значение да то вот nothing вот в этом списке будет ровно столько сколько и хвосте потому что первый не содержит nothing и вот можно посчитать count nothing здесь 2 получается списки можно не только поглощать на процессе обработки но и прождать новые во-первых сделать список дублей вот пустой список из него получается пустой список дубли смысле элементов списка умноженных на 2 вот если список не пустой то результат что такое это мы берем первую лену умножаем на 2 строим то есть такой список где хвост это те самые дубли только на оставшиеся части входного списка здесь вот показан процесс вычислений то есть дабы от 1 2 3 представляем в таком виде в виде дерева получается список теперь согласно определению для непустого списка получается 2 умножить на 1 вот этот 1 вот этот 1 теперь находим W от этого значения ну и так далее в результате получается список произведений 2 1 на 2 2 на 2 3 и потом они вычисляются в 2 4 6 на самом деле мы реализовали частный случай мэпа и можно собственно даже определение мэпа посмотреть в стандартной библиотеке то есть это наш мэп отображает первый аргумент отображает тип а ну значение типа а назначение типа б на вход в качестве 2 аргумента передается список элементов типа а получается элементы типа б вот если входной список пустой то пустой список получается если если же второй аргумент не пустой да то тогда вычислить f от x для первого элемента то есть применить функцию f от x результат поставить первый элемент в результирующий список хвост списка это отображение хвоста входного списка аналогичным образом при помощи мэпа да ну и то же самое для фильтра то есть вот есть и для него определение то есть есть некоторый предикат который нам не нужен не важно да то есть пустого списка получаем пустой список потому что мы не можем эту функцию применить поэтому пустой список получается иначе если пред от x вычисляется в истину да то тогда результат следующий то есть мы сохраняем x ну не сохраняем добавляем результирующий список и фильтруем аналогично хвост списка если он в ложь вычисляется да то мы то есть результат получается совпадает с отфильтрованным хвостом то есть x мы отфильтровали выкинули то есть почерк почерк в начале идентификатора обозначает что этот аналогично просто почерк что аргумент не используется но в данном случае мы как бы понимаем что это за аргумент такой хвостовая рекурсия из списки то есть если ну так грубо говоря в качестве последнего элемента выражения является запуск функции которую мы определяем да ну как вот здесь мы суммируем числа и в голове прибавляем сумму чисел хвоста то есть эта функция является последней ну или скажем может быть такое выражение где мы переставив местами элементы да операция плюс нам умножение да позволяет частично для некоторых конструкций если мы можем такую форму найти да то мы можем привести функцию к хвостово рекурсивному виду ну или к виду с хвостовой рекурсией для того чтобы это более точно показать ну вот если вот брать это определение да четко то что получится когда рекурсивная функция вычисляется в новый вызов рекурсивной функции но другим количеством аргументом тогда называется хвостовой рекурсией то есть формально для этого определения это не соответствует то есть мы выполняем операцию потом функцию вызываем вот если мы приопределим при помощи вспомогательной функции go в следующий вид то есть go0xs то есть первый вариант go0xs пустой список получается сумм то есть некоторая накопленная сумма вот в случае не пустого последнего аргумента у нас функция вот это go0xs превразуется в новый вызов функции только здесь другие аргументы да или другие значения аргументов представляется в виде сумм плюс x вот тогда у нас строго получается хвостовая рекурсия ну в принципе то есть когда программируете компиляторы они умеют для вот таких конструкций автоматом преобразовывать к таким конструкциям вы можете конечно не обращать внимания на то есть ли в вашей функции хвостовая рекурсия или нет это не важно но вот тут же опять же пишут что если мы будем всегда писать в хвостовом вот этом варианте да хвостовой рекурсии то не совсем будет понятно что функция делает вот собственно что нам дает хвостовая рекурсия она дает следующее мы можем рекурсивные вызовы преобразовать в цикл типа while это один из видов оптимизации кода то есть нам не нужно ну если кто знает как работают современные компиляторы какие функции они строят как они там через стек вызываются то нам не нужно создавать новую ячейку в стеке и вызывать функцию достаточно делать переход на нужное место в некоторых случаях реализация хвостовой рекурсии может привести к усложнению процесса вычислений ну вот double list например да который вот оригинальный и тот который в виде хвостовой рекурсии в оригинальном для создания списка используется вот этот двойточие а для того чтобы реализовать хвостовую рекурсию нужно использовать этот плюс плюс и вот у первого это сложность вычислительная от единицы вот а у второго от n и в результате когда мы будем постоянно ну то есть при анализе конечного алгоритма кажется что сложность его вычисления уже будет от n в квадрате то есть каждый раз мы элемент добавляем в конец получается и на каждой итерации список становится длиннее и длиннее и добавлять его все дольше и дольше поэтому не следует особо заморачиваться вот этой хвостовой рекурсией то есть армянные компиляторы могут самостоятельно все это делать значит другим элементом так скажем на который нужно обратить заключается в том что естественное представление оно иногда полезно для организации ленивых вычислений ну в правильном порядке что ли но о них речь пойдет во второй части здесь пока на самом деле не важно ленивые там не ленивые вычисления и тому подобные вещи так ну вот еще одна конструкция очень полезная я очень часто ее использую называется list comprehension то есть по-русски переводится как списковые структуры реализуются они следующим образом то есть вот такая конструкция то есть здесь стоит некоторое выражение то вертикальная черта и здесь написано каким образом мы получаем каждый элемент то есть есть например список мы берем из него элементы и помещаем в i вот умножаем каждый элемент на 2 и из этого всего строим новый список то есть то же самое map можно вот таким образом представить то есть 2, 4, 6 получается можно фильтр назначать одновременно через запятую то есть получаем значение i из некоторого диапазона 1, 7 но берем только четные числа то есть 2, 4, 6 и на самом деле вот такое и такое представление они эквивалентны ну то есть вот f от x x лист p от x фильтра по этому условию просто его тут ну более компактно можно записать можно комбинировать эти самые конструкции то есть например один элемент брать из одного списка второй элемент из второго списка и их комбинировать значит строится декартовое произведение то есть берем сначала ну я не знаю какой там последовательности они берутся но в общем в моих программах это было неважно в данный момент скажем берем Джона потом Смит Купер и потом Мэри Смит Купер комбинировали значит в этих списковых структурах можно использовать сравнение с шаблоном да то есть паттен матчем то есть берем все слова в строке да и смотрим есть ли строки которые начинаются на определенной силу а ну понятно тут неправильно сказал то есть нужно у всех слов взять первый элемент вот хэйвэ 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 что-то прикольное задание собственных операторов экспираторы можно формировать из наборов таких вот символов например взять такой оператор задать скажем из int int в int номер zip приличие zip да причем кстати предъявление можно давать в такой форме infix то есть применить функцию плюс для двух списков x и x y s или такую функцию придумать да то есть оператор плюс 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 который объединяет а и b вставляя между ними пустую строку да у нас два входных аргумента то есть оператор всегда два входных аргумента вот одна из спасительных вещей которые позволяет хаскер использовать это так называемые дыры то есть например вы программируете и у вас вы запутались например в типах данных и вот можете сократить область поиска с использованием вот этих вот дыр ну например вам нужно отфильтровать вот эти значения да то есть вы знаете что вам нужно отфильтровать какие бывают значения и вот вопрос какую нужно определить функцию чтобы типы данных не противоречили конструкции вот он пишет хаскер что с точки зрения взгляда на этот текст как на программу в ней содержится ошибка но при этом он уточняет что чтобы типы данных не противоречили надо чтобы холл был функцией из бул в бул вот или же пишет что может быть вы просто неправильно написали слово холл либо он не находится в области видимости ну то есть такой функции не существует то есть вот вам подсказочка что у вас где должна быть функция из бул в бул очень полезная штука место холл в том примере можно поставить айди можно поставить нот более сложный пример тип элемент спеши 7 8 true false true false должно получиться 5 7 начнем значит zip мы знаем что у нас должна быть на входе пара какая-то то есть у нас нам нужно синтезировать функцию которая вот из вот этого получает вот это так как у нас два входных параметра и мы эти элементы друг с другом параллельно обрабатываем то это намек на то что нужно где-то zip использовать мы их объединили в двойки да получается потом что-то мы хотим с ними сделать и в результате получить список того же типа что и входной список то есть вот эта сигнатура в данном случае определение очень важна для того чтобы использовать вот этот вот холл дырку он пишет что нам нужно чтобы функция была с такой сигнатурой то есть двойка а бул в качестве первого аргумента второй аргумент ну да в результате должно получаться значение типа а и смотрим что мы можем сделать наверное что-то можно сделать при помощи мэпа то же самое да а стоп ну да то есть у нас есть один точнее два входных списка а и бул да и у нас а превращается это похоже на функцию мэп но опять же мы не знаем какую сюда функцию вставить он пишет что из а в бул а под этот шаблон подходит функция first и мы можем вставить то есть map first zip xsfs но получается немного не то то есть skip elements 5678 true false true false значит мы забыли сделать фильтр перед этим надо что-то отфильтровать да получается и какой-то предикат для этого придумать он пишет предикат функции из вот этой двойки в бул и под него подходит секунд соответственно еще несколько других вариантов тоже под него подходит то есть фильтр секунд zip ну то есть сначала фильтруем все элементы согласно этому true false так а потом берем первый элемент этого списка из zip это то что было выше изложено да стоит следующим что хаскель преследует целью именно помочь создавать программы из уже существующих функций то есть не делать новые функции конечно можно было бы рекурсивно реализовать этот фильтр буквально там за 5 сек но интересно конечно ими написать вот эти варианты то есть именно комбинируя то что уже существует ну в общем на этом лекция закончена открывайте значит husky мог dot fi находите этот quiz ну если надо читайте заново и попытайтесь на него ответить то есть как вы поняли этот самый материал нажимая на соответствующий элемент здесь вы можете посмотреть ну и есть соответственно сет 3а и 3b в качестве домашней работы значит обычные ошибки которые встречаются иногда ну то есть сообщения в ошибках иногда появляется такая конструкция но instant for ego arising from use этого равенства то есть когда мэтчинг особенно происходит значит вы вероятно пытаетесь выполнить сравнение xa например с нафи что синтексически недопустимо для этого нужно использовать pattern matching или case of соответственно ладно надеюсь было интересно до следующего раза